Больница в Краскове была открыта в октябре 1898 года. Лечебное заведение размещалось в одном здании. Со временем строились новые корпуса, увеличили количество мест для пациентов. Сегодня медицинское учреждение, стационар номер 3 Люберецкой областной больницы, состоит из пяти основных профильных подразделений – хирургии, кардиологии, неврологии, гинекологии и урологии. Чем живет одна из старейших больниц Подмосковья, узнала наша съемочная группа. Добрый день! Здравствуйте, Павел Васильевич! Как состояние у вас после операции? Ну, нормально, набираю сил. Хорошо. Вот, спасибо за внимание. Да, выздоравливайте. Мы ждем, когда у вас все это произойдет, и вы выздоровеете, и будете вступить и в строй. Обязательно. Я так и нахожусь в строю. Профессор Леонид Кантович всю жизнь посвятил науке. Несколько десятилетий заведовал кафедры в Московском государственном горном университете. Два года назад Люберецкие врачи спасли от ковида его супругу. Теперь на больничной койке оказался и сам Леонид Иванович. Не все в Москву попадают. Я это мог сделать в элементарном виде, а я приехал сюда. Эта больница, я ей многим обязан. Меня поразило, откровенно говорю, что врач, молодой мальчик, 29 лет, великолепно делает операции. Просто великолепно. И профессионалом стал. Урологическое отделение здесь работает более 25 лет. Оно рассчитано на 40 коек круглосуточного стационара и 10 дневного. Врачи оказывают экстренную и плановую помощь пациентам с мочекаменными болезнями. Отделение оснащено высокотехнологичным оборудованием, стойкой эндоскопической, на которой осуществляются все эндоскопические различные вмешательства. Оснащено литотриптором, благодаря которому можно осуществлять фрагментации крупных и мелких конкрементов. Также в оперблоке установлена «Ц-дуга». Это передвижной цифровой аппарат, позволяющий получать рентгеновские снимки под нужным углом во время самых сложных операций. Нефрологический центр при третьем стационаре Люберецкой областной больницы открыли в конце прошлого года. Здесь проходит лечение пациенты с хронической и острой почечной недостаточностью. Отделение оснащено оборудованием для программного гемодиализа и аппаратом, на котором выполняют процедуры при хроническом и остром диализе. Здесь находятся пациенты, которые получают только стационарное лечение. То есть это пациенты, которые госпитализированы либо по неотложным показаниям, либо планово, для того, чтобы инициировать заместительную почечную терапию. Пациенты закончат стационарный этап, им сформируется сосудистый доступ, и они пойдут лечиться в амбулаторный диализный центр по месту жительства. Качественную медицинскую помощь получают и пациенты хирургического отделения. При травмах и заболеваниях органов грудной и брюшной полостей, мягких тканей на высоком уровне проводят малоинвазивные операции. Из малоинвазивных мы оперируем крыжи передней брюшной стенки лапароскопическими способами, диастазы белой линии живота, тоже лапароскопические. Экстренные операции, аппендициты, прободные язвы и также операции на толстой кишке. Также здесь выполняется весь спектр плановой экстренной малой коллапрактологической помощи, такие операции, как геморрой, трещины, парапрактиты, свищи различные. Диагностировать заболевание позволяет компьютерный томограф. Чтобы пациенты проходили лечение в комфортных условиях, многие палаты рассчитаны всего на несколько человек. В первую очередь переоборудовали гинекологическое отделение. Все палаты у нас комфортные, двухместные. На два двухместных бокса отдельный туалет, отдельно душевая. Пациентки, конечно, безумно рады, довольны, потому что женщинам нужен комфорт, тем более беременным женщинам, которые составляют половину наших пациентов. В профильных подразделениях третьего стационарного отделения Люберецкой областной больницы за год проходит лечение около 5000 человек. Но к каждому пациенту подход индивидуальный.